Сейчас в Турции неясная ситуация с выдачей первичного ЛНЖ. Творится какая-то неразбериха. Вот сегодня мы и хотим поговорить на эту тему. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Алиса. Погнали, разберемся. Новости, собранные путем анализа официальных и неофициальных ресурсов. Опросы претендентов на ЛНЖ. В Мерсине и Фетхе перестали принимать документы на первичный ЛНЖ. Причем заявку отправить на ЛНЖ онлайн вы можете. Пошли, но платить можете. И вам даже назначат рандеву. Но придя на рандеву, папку вашу пролистают одну секунду и вернут. Со словами либо отказ, либо папку не принимаем. Ничего толком не объяснив. Либо, если вам попадается сочувствующий сотрудник, даст совет переписаться на другую дату рандеву. Месяца через два. Что люди делают? Берут рандеву на март. Благо, в этих городах система дает возможность выбрать дату самостоятельно. В Стамбуле же, например, такой возможности нет. Дату назначает система автоматически. И может это произойти не сразу. Фетки и Мерсини продолжают принимать документы на первичный ЛНЖ по обучению. Студенческий ЛНЖ, в том числе и курсы турецкого. По работе рабочей ЛНЖ. И у тех, у кого член семьи уже имеет ЛНЖ. В Мерсини, Фетхи, Бодуми и Измире на рандеву дают результат сразу же, на месте. Есть такой вариант, как просто отдадут документы без отказа. Это значит аннулирование. По каким таким причинам, неясно. Офицеры объяснений не дают. В этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все. Если вы попали в эту ситуацию, что отказа у вас нет, и система пишет, заявка аннулирована, то вы имеете право подать заявку снова, либо взять новую дату рандеву. Если, конечно, у вас остались безвизовые дни. Если безвизовые дни остались, и вы решили попробовать подать заявку снова, едьте лучше в другой город и пробуйте подавать там, реально. Ну а если безвиз закончился, то вам придется покинуть страну в течение 10 дней. Предварительно получив документ об отказе в Тонгёч, где было рандеву. Или сидеть нелегалом и при выезде платить штраф. Да, это жестко. Но если вы получили отказ, даже если у вас нет бумаги об этом, и вы ничего не подписали, повторно подаваться на тот же тип ВНЖ, ну, например, в туристический, вы можете только через 6 месяцев. Если же у вас остались безвизовые дни, то можете подаваться на другой тип ВНЖ. Например, на студенческий, записавшись на курсы турецкого языка, получивший лицензию от Министерства образования на осуществление учебной деятельности. Например, один из таких курсов – Томер. То есть подаваться на другой вид ВНЖ вы можете в том случае, если у вас уже был отказ по другому типу, например, по туристическому. Но, к сожалению, нужно понимать, что ничего не дает стопроцентной гарантии одобрения ВНЖ, даже обучение на курсах. Если вам откажут, то на курсах вернут деньги за исключением первого месяца обучения. Если вы получили отказ, но при этом вы уверены, что все документы у вас были в порядке, особенно если наблюдать такую ситуацию, что вы далеко не один такой, то следует с помощью адвоката подать петицию в соответствующие органы и лучше скооперироваться с остальными отказниками и подать общую петицию в уполномоченные органы. В этом случае возможно, что вашу папку с документами переправят на рассмотрение в другой ГЕЧ. Если же петиция не поможет, то можно подавать в суд. Но в этом случае следует подумать, а потянете ли вы такие траты? И если ваши безвизовые дни закончились, в любом случае придется выехать, так как открытие судебного дела не пролонгирует ваш легальный срок пребывания. Так что по сути суд больших бонусов вам даст. За это время, пока идет суд, вероятно, уже устроитесь на новом месте. А суд ведет рассмотрение таких дел до года. Если же говорить о Стамбуле, то многочисленные отказы идут из ГЕЧа Пентика. Хотя в остальных ГЕЧ города продолжают одобрять первичные ВНЖ. Почему такое происходит, никто точно не знает. Официальные ресурсы держат молчание и никакой информации не выкладывают. Ходили слухи, что отказывают только гражданам РФ. Но это не так. Отказы есть и гражданам других стран. По-видимому, просто общее впечатление складывается, что больше отказывают именно россиянам, так как граждане России активнее общаются именно друг с другом, создавая общие чаты, обмениваясь информацией. Но никто ведь не ищет чаты афроамериканцев, чтобы узнать, а как у них там с отказами? Или там чаты граждан других стран? Сначала мы думали, что раз такие отказы начались именно в конце года, то, возможно, это как-то связано с квотами на первичные ВНЖ. Но наступил уже новый год, и отказы продолжаются. И нельзя вот сказать, что это прям такой уж прецедент, и никогда такого не было. Такое периодически повторяется из года в год, когда вдруг наступают резкие волны отказов. Возможно, сейчас это как-то связано с предстоящими президентскими выборами в июне 2023 года. Возможно. Возможно. Никто не утверждает. И власти пытаются показать лояльность местному населению. А некоторое недовольство миграционной политикой страны среди местных жителей присутствует. Особенно ярко выражено на юге страны, где даже создавалась петиция о турок в кросьбе об отмене в Ильже иностранцах. Ну так петиция была справедливая вообще, там как бы иностранцы совсем уже обнагрели. Скажем, в чужой монастырь со своим уставом решили приехать. Им не понравился громкий азар. Да. И они просили, они создавали свою петицию и просили сделать азан у властей города потише. То, конечно, очень странно. Азан здесь всегда был эта страна, где для них важен азан. Плюс причины бешеной инфляции и грандиозный рост цен на недвижимость во всех сферах, неразбирающиеся в экономике граждане с удовольствием валят именно на понаехавших. Наше мнение, что следует подождать месяца три, когда точно станет уже что-то понятно. Если спросите, стоит ли сейчас ехать в Турцию для получения ВНЖ, то точно не Мерсин, Фетхи и Измири Бурфу. И мы не стали бы рисковать ехать в Анталию или Валанью. Если же вы нацелены именно в Турцию, то посмотрите другие города, где нет такого скобления иностранцев. Будем держать вас в курсе, а пока подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересное видео. Ставьте палец вверх и нажимайте колокольчик. Если вам комментарии, вопросы, предложения, пишите в комментариях под видео, а также на нашу почту, указанную там же под видео. Также под видео есть наш сайт, куда можно обратиться за помощью в аренде квартиры. Обнили, подняли, немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА